Стать владельцем завода в газет пароходов и погрузиться в жизнь дореволюционной Самары играючи. Алексей Хромов изобрел способ. Придумал игру, которая отправляет на 100 лет назад. Она создана по образу всем известной монополии, но с самарским колоритом и местными объектами. Идея создать такую игру пришла в один из вечеров, когда Алексей с друзьями наращивали капиталы в монополии. Если взять одну карточку, допустим, гостиница Гранд Отель, тут есть три модификации, которые написаны. Это для галочки и на ход игры никак не влияет. Но, как интересный факт, допустим, то, что в этой гостинице была установлена подача электричества динамомашиной. Она была подключена не к общей электрической сети, а собственная динамомашина. И никакие передряги им на ход бизнеса не влияли. Ни одно событие в игре не случайно. Два месяца автор перелопачивал архивы, исторические книги и беседовал с экспертами. Но есть и доли выдумки. Например, хулиганы напали на игрока и отобрали часть денег. Но, с другой стороны, кто сказал, что такого в Самаре быть не могло? Вот, допустим, на прототип как-то все образовалось. Когда был уже готовый макет электронный, я распечатал черно-белую версию, разукрасил ее от руки, чтобы обозначить эти улочки. И потом уже в процессе я понял, что, допустим, не хватает вот здесь окошек для карточек. Поменять нужно местами какие-то угловые. Когда с макетом было решено, напечатали деньги – маленькие копии настоящих дореволюционных купюр. И появились игроки – пластмассовые капиталисты. А это самая первая фигурка – господин капиталист. Вместе со своим создателем он единственный из всех фигур прошелся по реальным улицам Самары и сфотографировался на фоне достопримечательностей. Сейчас Алексей продумывает, как сделать такие же игры с историей других городов. Тем более, друзья уже ждут продолжения. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.